Всем привет! Сегодня я возрождаю ту рубрику, которая когда-то была на моем канале. Я не знаю, почему эти видео как-то отодвинулись на второй план, хотя все бытовые вопросы, бытовые моменты в моем случае всегда актуальны. Я решила показать вам то, чем я пользуюсь чаще всего, что облегчает мой быт, что ускоряет какие-то процессы и просто радует меня. Я хочу, чтобы у нас с вами была такая атмосфера, как будто вы пришли ко мне в гости, и я говорю, слушай, я тут такое открыла, я должна с тобой поделиться. Я собрала все самые любимые вещи, давайте приступим, потому что сегодня будет очень много всего полезного и интересного. Мелкий кухонный гаджет, без которого я не представляю свою готовку. Я действительно чувствую себя без него, как без правой руки. Если я где-то случайно его пристрою в кухне, то я прямо страдаю. Я уже разучилась чистить что-то при помощи ножа. С этой штукой у меня все получается гораздо быстрее, у меня нет порезанных пальцев. Я даже не знаю, как это правильно профессионально называется. У меня это просто чистилка овощей, фруктов. И если мне нужно что-то очень тонко нарезать, я тоже использую эту штучку. Я покупала ее в Икее. На самом деле у меня их было за мою жизнь несколько, и вертикальные, и горизонтальные. Но это оказалось самой прочной, самой удобной. Она у меня из Икея, из их линейки 365. И у меня раньше были пластиковые, которые трещат по швам после нескольких месяцев использования. И также главная проблема, главная претензия к таким гаджетам у меня в том, что они становились слишком быстро тупыми. Ну и потом как бы невозможно что-то быстро почистить, это не настолько удобно. Не поверите, но эта штука до сих пор острая, и с ней я со скоростью света могу что-то почистить, что-то приготовить. Поэтому для меня это действительно то, что необходимо в кухне, без чего я отказываюсь готовить. Следующий маленький гаджет, который выполняет большую работу, который находится у нас в каждой душевой кабине, и который мы используем для окон. У нас, как вы знаете, окна в пол, у нас также маленькие дети, которые не используют ручку для того, чтобы выйти на балкон, и которые очень любят оставлять отпечатки своих ручек с кетчупом, с йогуртом, с мороженым, со всем, что они едят. Вот, поэтому раз в несколько дней или там вечером, я или муж, мы берем обычный спрей для мытья окон, и окна безупречно чистые. Кстати, когда мы начали пользоваться этим гаджетом в ванной комнате, то у нас гораздо меньше налета и, в принципе, вот этих пятен от воды. Когда мы жили в квартире, у нас там не было фильтра с солью, который стоит в доме. Я узнаю у мужа, я потом как-то поподробнее вам расскажу, потому что он занимался этими вопросами. Но когда мы жили в квартире, мы также использовали этот гаджет для того, чтобы сразу после того, как принимаешь душ, убирать вот эти капельки воды, соответственно, они не застывают на месте, не оставляют пятен и в конечном итоге разводов. Так что, если вы боретесь с чистотой в душевых кабинах, то вам на заметочку. Я чемпион по разбиванию чашек и стаканов, поэтому надеюсь, что это не будет пророчество для моих любимых стаканов, которыми я пользуюсь еще, наверное, с декабря или с ноября. С ноября. Представляете, они все еще сохранились, целых три. Я купила их в комплекте в магазине Lidl. Они там также появляются регулярно в продаже, но я видела в постоянном ассортименте в магазине Duka. На Алиэкспресс они продаются, но они почему-то часто не слишком дешевые. И вообще-то у меня были такие же, я разбила целый комплект и даже не знаю, как так получилось в этом случае. А сегодня я решила приготовить пудинг Чио. Кстати, уже не впервые я очень люблю подавать пудинги Чио в прозрачном стекле. В принципе, в любом стакане, в любой прозрачной чашке. Но в этих это смотрится настолько аппетитно, настолько красиво. По-моему, не хуже, чем в ресторане, правда? Кстати, это у меня шоколадный пудинг Чио. Все нужные пропорции я оставлю вам в инфобоксе. И также пюре из манго. Просто перемолола свежую манго в блендере и добавила несколько малин. Но это вовсе не обязательно. Сейчас сезон свежих ягод, свежей клубники, чего угодно с грушей, божественно вкусно. С апельсином. Поэтому экспериментируйте. А рецепт шоколадного пудинга я вставляю вам внизу. Раз уж мы заговорили о пудинге Чио, то по-быстрому покажу вам зернышки, которые я использую. Я также покупала и в Росмане, и в Лидле. И они почему-то не превращаются в такие желеобразные хрустящие шарики. Эти как-то лучше набухают, поэтому я заказываю их на iHerb. Тоже ссылку оставлю вам внизу. В последнем влоге вы спрашивали, какой сахарозаменитель я использую. Выглядит он вот так. Кстати, на вид тоже как обычный сахар. Используется один к одному. То есть, если вы обычно кладете куда-то одну чайную ложечку сахара, то этого вещества берем также одну чайную ложку. И сейчас я использую его и для выпечки, и для всего чего угодно. И у него нет вот такого сильного синтетического привкуса. Поэтому мне очень нравится, и буду покупать еще. Я не знаю, как вы, но я очень люблю накрывать на стол. И не только тогда, когда к нам приходят гости, или кто-то посторонний это видит. Я очень люблю подавать даже самые обычные блюда в какой-то красивой посуде. Но я не всегда использую какой-то парадно-выходной сервиз. Я использую практически все, и даже формы для запекания. Например, если я жарю котлеты, я могу подать их в такой форме. Или же пюре выкладываю сюда. У меня есть где-то 4 таких формочки. Это из мастерской, которая продает изделия из Болеславца. Это польская керамика. И говорят, что они не только славятся своими узорами, но и также прочностью. У меня есть всего 2 штучки. И также интересный такой факт, что эта керамика из года в год становится чуточку более дорогой. Например, сахарница, которую я хотела купить 10 лет тому назад, стоила 10 евро. А сейчас она стоит 20. Так что будем передавать по наследству. Шутки шутками, но я люблю всякие формы. Это у меня из Дуки, кстати. Я покупаю их часто на распродаже, по какой-то акции. Это была вообще-то рождественская коллекция. И я ее отхватила буквально за копейки. И последняя вот такая красивая. У меня есть магазин Атика и Макс. У всех у них разный диаметр. И да, я всеми ими пользуюсь, потому что я регулярно что-то запекаю. Это может быть обычная творожная запеканка. У меня есть отдельная рубрика с футбуками, с какими-то любимыми рецептами. Во влогах я часто чем-то делюсь. В инстаграме выкладываю рецепты. И мой тарт с брокколи очень вам полюбился. Также оставлю вам ссылку внизу, если не знаете, что приготовить на завтрак, на обед, на ужин. То обязательно попробуйте. Я уверена, что вы останетесь в восторге. Для того, чтобы ничего не приставало к вот этой форме, я смазываю ее маслом и посыпаю панировочными сухарями или манкой. Очень универсальная не только в быту, но и для занятий с детьми вещь. Это вот такой силиконовый коврик. Кто-то знаком с ним, кто-то спрашивал, что это у меня такое. Значит, он у меня из икеи, двухсторонний такой. И я использую эту вещь для того, чтобы, во-первых, раскатать тесто. Когда я что-то там выпекаю, то я просто раскладываю его в кухне там или на столе, чтобы потом не оттирать полкухни, не отмывать от теста. И на них еще и можно выпекать. По поводу этого из икеи я точно не уверена. Но тот, который я заказала из Алиэкспресс, там точно указано, что на нем еще и можно выпекать. То есть, вместо бумаги для выпечки можно пользоваться вот таким силиконовым ковриком. Очень классная и для нас незаменимая вещь. Вещи, которые интригуют вас на всех фотографиях, во влогах, это досочки. У меня их штуки четыре. Одну я просто использую для овощей, вторую для мяса. И вот эти две для того, чтобы что-то подать. Над этой я как-то долго кружила. Я не знала, стоит ее покупать или нет. Хотелось бы чуть больше. Но сама по себе, даже в качестве какого-то декора в кухне, если вы такое любите, очень здорово смотрится это раз. Во-вторых, сюда можно разложить сыр красиво, что-то, что не будет окрашивать такую доску. Очень классная, но она тяжелая. И зачастую такие доски, они не дешевые. Я сейчас заказала на Ларри Дуд в подарок свекрови. И также иногда в H&M появляются. У меня это досочка из магазина Хомла. Там также бывают акции минус 20, минус 30 процентов. Или купи две вещи, третья в подарок. И тогда выгодно что-то такое приобретать. И вторая досочка у меня из магазина Тика и Макс. Но мой вам совет. Если вы соберетесь покупать что-то такое, захотите поставить это на кухне для красоты, то никогда не берите вот такие с закругленными концами. Потому что она будет постоянно падать. Ну а так она визуально очень классная. И я люблю, когда красиво. Если день я начинаю с кофе, то заканчиваю его мятным чаем или каким-то таким фруктовым без кофеина. То есть не черный и не зеленый, потому что я потом не усну. И мне очень нравится вот этот, потому что чаще всего я ставлю целый чайник и завариваю на всю семью. Дети тоже любят. Мне, кстати, нравятся такие мятные чаи, которые более ядреные, перечная мята, а не какая-то деликатная. Я люблю интенсивные вкусы. И вот если зимой мне нравился такой более сладкий, более пряный чай с корицей, то сейчас я переключилась на всевозможные травки-муравки, на мяту. И еще очень люблю каркаде. Забыла заказать, но обязательно это сделаю. Значит, как я делаю чай каркаде? Я завариваю его, даю немножко остыть или добавляю много льда. И нарезаю апельсин. Можно добавить в каркаде мяту, тоже вкусно получится. Иногда я миксую, беру пакетик одного чая, мяту, например, и каркаде, и завариваю вместе. Но в любом случае по отдельности мы постоянно пьем. И вот этот я никогда раньше не покупала, а сейчас заказала. И это, конечно, любовь. А еще мне очень нравится упаковка. Я собираю эти коробочки. Точнее, даже не я, а мальчики раскладывают туда какие-то мелкие детали, лего. И такую коробочку не стыдно взять даже в подарок, чтобы не приходить в гости с пустыми руками. Мы же когда-то начнем ходить друг к другу в гости, правильно? Мой формат XXL это огромная банка кокосового масла, которую я покупаю где-то раз в полгода, наверное, мне хватает. Я использую его именно для выпечки, для каких-то блинчиков, для оладьев, для всего такого. И у него, кстати, нет никакой отдушки, и его можно использовать для этих целей. Не каждое кокосовое масло можно подогревать. Так что, если будете брать не от этого производителя, а другое, то внимательно читайте, что указано на упаковке. Это органическое кокосовое масло, и от этого бренда есть еще и с зеленой этикеткой. Я раз по случайности напутала, но еще раз говорю, что именно с вот такими бордовыми надписями это то, что нам нужно. Я использую это кокосовое масло для жарки, например, курицы. Нет никакого вкуса, сладкого привкуса и так далее. То есть, по сути, кокосом оно не пахнет. Для оладьев я часто показываю во влогах, и вы видите такую банку, которая сейчас уже заканчивается, поэтому я взяла новую. Нашим огромным семейным любимцем стал банановый хлеб, банановый кекс. Можно называть по-разному, но это такое лакомство, которое очень быстро готовится. Если у вас есть переспевшие бананы, то теперь вы знаете, что вы будете готовить сегодня вечером или когда вы там смотрите мое видео. Не нужно иметь каких-то специальных кулинарных навыков, чтобы у вас все получилось. Но я заметила одну особенность не только в банановом хлебе, а во всех рецептах, во всех блюдах, в которых я использую разрыхлитель. Очень часто после того, как мы поели что-то там, у меня и у мужа часто появлялась изжога. А когда я использую соду, то часто она ощущалась именно в самом блюде. Поэтому я даже в качестве эксперимента для того, чтобы попробовать, заказала разрыхлитель из iHerb. Здесь его очень много, и написано, что это разрыхлитель. Но потом, когда я почитала состав, оказалось, что это вещь на основе соды, по большей части. Но я не ощущаю соду в выпечке и во всех блюдах, и также нет изжоги. Поэтому я сейчас использую нечто такое. Скажите, пожалуйста, вы пользовались им или нет? И также, кто живет в Америке, поделитесь, потому что я знаю, что это очень популярный производитель. От него же я заказывала рисовую муку, и это мой очередной фаворит, но сейчас ее так быстро раскупают. Еще хочу попробовать овсяную, которую у нас здесь в продаже я не видела. Но пока что рисовая, секунду. У нас здесь я также нашла рисовую муку, покупала в Ашане. Вот такая от бренда Melvit. Это польский производитель. Я не знаю, чем отличается одна рисовая мука от другой, если это белый рис. Но написано, что это также подходит для теста. Для чего я ее использую? Во-первых, очень классные сырники с ней получаются. Во-вторых, всевозможные оладьи. И в-третьих, это, кстати, я подсмотрела у Лерчика. Это инстаблогер. Я думаю, что многие ее знают. Мы с ней лично знакомы. И мы с ней даже в чем-то похожи. Мы с ней очень подружились. И классная девчонка. Мы все никак не могли наговориться в пресс-туре. И вот она показывала рецепт сырных вафель. Я его встретила где-то в интернете, немножечко измененный. Я не знала, что это ее. В общем, я оставлю вам также ссылку. Или напишу пропорции. Там используется творог, желтый сыр, молоко, мука, яйца. Я люблю добавлять еще зелень. Или если есть какая-то ветчина, то тоже иногда нарезаю. С помидором. Господи, это настолько вкусно. Это идеальный завтрак. И, конечно же, мы любим готовить всякие сладкие вафли. И можно сделать кабачковые оладьи. Или оладьи из цукини в форме вафель. В общем, экспериментировать с вафельницей можно бесконечно. И это очередной мой огромный любимец. И не только мой, но и детей. Наверное, все дети любят вафли. И мы делаем как сладкие, так и соленые. Я думаю, что только суп я не пыталась так приготовить. Ну, в общем, вафельница это очень крутая находка. Если вы хотите как-то разнообразить свою кухню, то советую вам купить даже самую обычную вафельницу. У меня это Тефаль со сменными панелями. Я показывала вам ее. И я не уверена, что она все еще продается. Но вот такая штука. Не забрасывайте меня помидорами. У меня есть оправдание. Я думаю, что многие девушки так же, как я, там не успевают отдельно готовить бульоны для ризотто, для тефтель, еще для чего-то. И иногда, на всякий случай, у меня дома есть вот такие, как это, костки по-польски, господи, кубики для бульона. Но это не те, которые продаются в магазине. Я покупаю их на iHerb не слишком часто. Но на всякие пожарные они также у меня ездят в быту. И я, как вы уже могли понять, человек запасливый. И это не связано с последними происшествиями. У меня всегда есть что-то на черный день или когда караул нужно срочно накормить мою армию мужчин. Значит, здесь 8 таких овощных кубиков. И здесь нет вот этих искусственных усилителей вкуса, которые зачастую добавлены в магии. Или я даже уже не помню, как это, Галина Бланка раньше была. Она еще продается. Я не покупаю такие. Даже не в курсе, что там есть в магазинах. Здесь в составе из таких вредностей есть только пальмовое масло. А так, лук, органическая морковь. Главное, что морковь органическая, правильно. Приправы, сельдерей и петрушка. Ну, то есть, ничего прям такого криминального. Если один раз один кубик использовать на несколько литров воды, то ничего страшного не произойдет. Поверьте мне. Короче, я тоже грешу этим делом. Я думаю, что каждой хозяйке иногда такое простительно. Но, когда я использую вот такого плана овощные кубики, то у меня как-то совесть не грызет. То есть, пальмовое масло это еще маленькое зло. И еще у меня есть очень классная смесь для бульона овощного. Там горошек тоже. Сушеные томаты. Сушеный сельдерей. По-моему, морковь там есть. Я покупаю прям огромной пачкой. И мне хватает этого на несколько месяцев. Тоже оставлю вам ссылочку внизу. Кофе-машина. Поступает так много вопросов о ней. Хотя, мне кажется, что я все довольно подробно рассказала. Это бренд DeLonghi. И модель точную напишу вам или здесь, или вы знаете где. В общем, почему я купила именно такую. Во-первых, по вашим рекомендациям. Это не то, что необходимо покупать. Но то, что я вам рекомендую, если вы прям хотите кофе с пенкой, это капучинатор. То есть, что-то, что сделает из молока пену. И я сейчас поняла, что мне очень нравится пить кофе именно в таком формате. То есть, утренняя капучинка – это какая-то моя личная традиция. Это то, что меня радует, то, что меня бодрит. Я очень люблю аромат кофе. Кстати, я попробую перейти даже на кофе без кофеина. Потому что, да, мне хочется иногда спать. Но я от кофе вообще требую не только вот этой бодрости, но еще и сам вкус, сам аромат. Это сама традиция вот этого кофепития утренняя. Для меня вот это особый кайф. Конечно, сам кофе тоже получается вкусный. Многое зависит от зерен. Есть опция перемалывания зерен. Это то, чем мы пользуемся. Но также туда можно, именно в эту кофемашину, можно засыпать и перемолотые зерна. Еще вы сами можете выбрать, насколько крепкий кофе вы хотите. Также можно сделать эспрессо, американо и капучино. Между прочим, там нет функции латы, но кофемашина наливает такими уровнями молоко и кофе. Но я обычно это все перемешиваю, поэтому для меня важна вот эта пенка сверху. Как-то, не знаю, раньше не обращала на это внимания. Сейчас ставлю себе самую большую пену. И только так. Даже когда куда-то еду, я теперь беру из дому кофе. Я хочу вам сказать, что сам материал, из которого сделана вот эта кофемашина, вот почему-то сейчас делают технику так. И даже в каких-то дорогих машинах, типа там Mercedes, пластик, который царапается, или какой-то металл, который слишком быстро царапается. И вот этот поддон, на который ставится чашка, он очень быстро поцарапался. И меня это расстроило. Это говоря о минусах, которые я заметила спустя несколько месяцев использования. А так я очень довольна своим приобретением. И опять же, по сравнению даже с супер дорогими кофемашинами, у меня нет каких-то нареканий. Я, если бы сейчас выбирала какую-то кофемашину, я бы обязательно купила эту. Она компактная, она делает классный кофе, ароматный. А, и еще, она также постоянно что-то там полощет. Поэтому невозможно ее оставить без какой-то чашки. Можно, и тогда это все будет выливаться, нужно будет мыть. Но она постоянно полощет, перемывает вот эти трубочки, чтобы там не застаивалось молоко. То есть автоматически это все происходит. Это, наверное, все, что я могу сказать о кофемашине. Но покупкой я очень-очень довольна. Так как уже, можно сказать, наступил сезон свежих овощей, мы можем наслаждаться салатами, мы можем запекать что-то на гриле. Не обязательно на свежем воздухе. Можно использовать электрогриль. Но овощи, согласитесь, сейчас по вкусу совершенно другие. И, конечно же, я, как и многие, наверняка мои зрители, делаю всякие свежие салаты. И есть люди, которые очень любят, когда интенсивный вкус масла в еде. То есть оливковое масло с таким насыщенным вкусом. Мой папа покупал вообще подсолнечное нерафинированное масло. Ему очень нравилось. И когда я приезжаю к маме, я тоже говорю, мам, сделай такой салат, как в детстве. Мой самый любимый вид салата, это любые овощи, очень много зелени, немного лимона, оливковое масло, чеснок и зеленый лук. Это так вкусно. Я не знаю, возможно, я вынесла это из дому, но это мой самый любимый весенний салат. Я же очень люблю разнообразные масла. И масло авокадо настолько нежное, оно не такое вязкое. Оно такое деликатное. И то же самое я могу сказать о вот таком масле. Это масло виноградной косточки. Я также купила его на iHerb. Если можете найти в ваших магазинах нечто подобное, то тоже попробуйте. Оно суперполезное. Если вы ищете что-то новое, то также очень классное масло тыквенных семечек. Часто использую для салатов. Оно такое насыщенное по оттенку и по консистенции. Обожаю. Кстати, нужно купить, у меня закончилось. И если вы ищете что-то универсальное для жарки и для салатов, без какого-то специфического привкуса, то присмотритесь или к маслу авокадо, косточек авокадо, или же к вот этому из виноградных косточек. У меня же, например, есть даже и с трюфелем, и с чесноком, и с розмарином. Ну, я просто люблю готовить. Недавно я напала на iHerb, и докупила то, что у меня закончилось. Некоторые даже начали спрашивать, ты что уже не заказываешь кетчуп? Кетчуп заказываю. Просто обычно в посылке их там 5-6 штук. И на какое-то время нам хватает. Это кетчуп от Ennis. И какое-то время их не было в наличии, мы покупали другой. Но благодаря этому я еще раз убедилась, что по вкусу нам этот нравится больше всего. Поэтому сейчас у нас в запасах их несколько штук. Это, конечно, не бытовые предметы, но это фавориты моих детей. Купила на пробу сначала таблетки, окрашивающие воду. Это производитель Крайола. И мальчишкам они настолько понравились, что когда они закончились, они сами попросили, мама, докупи, пожалуйста. Они есть в разных расцветках. Можно, кстати, смешивать, например, голубую и желтую, и тогда получается зеленый цвет воды. Но как бы ничего не окрашивается. Также этот цвет не остается на коже детей. То есть как бы окрашивается вода и все. Но сам эффект, это прикольно. И смешивание цветов. Просто что очень радует детей и веселит их. Но в последний раз я нашла еще в продаже вот такие бомбочки. Они с небольшим ароматом, но это как-то не сильно ощущается во время купания. То есть не так, как вот эти взрослые бомбы, которые забрасываешь, а потом не можешь дышать. И тоже прикольно, когда бросаешь бомбочку, она начинает так шипеть. Дети обычно там по очереди их трогают. И здесь также есть разные расцветки. Аромат у них очень нежный. И также окрашивается только вода. Но цвет воды интенсивнее при вот этих таблетках. Но здесь спецэффекты. Ну и в конце о мультифункциональном приборе, который называется Thermomix. Это не реклама, мне никто его не дарил. У меня не было никакой скидки. И я знакома с этой маркой уже, ну сколько я в Польше, 12-й год получается. И когда я только переехала сюда, я начала замечать, что то у чьей-то мамы, то у каких-то знакомых есть Thermomix, то потом, ну в принципе, куда бы мы ни приехали, во многих семьях есть этот прибор. И вот те, кто слышали о нем, спрашивают, Оля, стоит он таких денег или нет. А кто-то просто интересуется, что это за блендер, или что это за штука, в которой я мешу тесто, и действительно ли адекватная цена, и вообще насколько оправдывает себя. Скажу так, это, ну в принципе, прибор, который так очень хорошо приправлен маркетингом. То есть цена у него немножечко все-таки завышена, с одной стороны. Но если вот так подумать и посчитать, сколько будет стоить мощный блендер, качественный, миксер, пароварка, попробую еще найти что-то, что будет месить тесто, а у меня с этим постоянно были какие-то проблемы, кофемолка, он на самом деле заменяет сразу несколько очень мощных кухонных вот этих приборов. Если они у вас есть по отдельности, то я не вижу смысла это покупать. Если вы хотите что-то компактное и качественное, супермощное, то однозначно да. Многие говорят, что этот прибор готовят за вас. Это не совсем так, потому что, во-первых, нужно все почистить, нужно все приготовить и часто даже нарезать те же самые овощи. То есть рассчитывать на то, что вы купите что-то, поставите в угол и само по себе все будет готовиться, это не так. Но я жалею, что я не купила его еще тогда, когда мне очень хотелось. И даже Томак мне говорил, Оль, купи себе, если ты так хочешь. После свадьбы у нас были свободные деньги. Но потом я думала, что у меня есть блендер. Кстати, очень классные блендеры у марки Браун, но если сравнивать с термомиксом, то ни один другой блендер не сравнится. То есть, я не знаю мощных других производителей, которые измельчают лед, которые измельчают рис. Кстати, сейчас меня осенило, можно же сделать рисовую муку самой. Вот это я балда. Ну, в общем, я к тому, что даже некоторые кофемолки, например, не справлялись. Я пробовала, и я за несколько лет испортила аж целых две. Этот пока что держится. У него гарантия на очень много лет. Также там есть огромная база рецептов, около 6 тысяч, но не всегда об этом говорят. У вас есть доступ к базе. То есть, это уже рецепты, адаптированные к вот этому прибору. Вы просто нажимаете дальше, дальше, и дальше. То есть, он говорит, а сейчас добавим муку, а сейчас яйца. Он все там перемешивает, измельчает, поджаривает. И одновременно также вы можете готовить несколько блюд. То есть, вы можете отваривать гречку или пюре, дальше там овощи будут на пару, паровые котлетки и еще как-то там соус будет отдельно готовиться, грубо говоря. Очень круто готовить суп-пюре, потому что у вас все готовится, то есть, он еще и варит. Он делает вот эту опару для теста, но помните о том, что доступ к рецептам бесплатный у вас на протяжении года, а дальше там около 25 долларов, я не знаю, какой сейчас курс, за снова вот этот доступ к рецептам. С одной стороны, это удобно, но я уже научилась им пользоваться, поэтому даже мои любимые рецепты я могу приготовить без каких-то специальных инструкций. какую там скорость поставить, какую мощность, то есть, вы сами можете регулировать мощность, с какой вы что-то измельчаете, и также на протяжении какого времени. Очень здорово измельчать какие-то овощи типа капусты, там, сельдерея, которые сложно натирать, или там нужно нарезать, а тут за 3 секунды у вас будет готовый салат, причем это все сразу будет перемешано идеально там с майонезом, с маслом, и так далее. Тесто для пиццы очень быстро делает, за несколько секунд любой пирог, любой сырник взбивает пену из белков. Но вот в последний раз у меня была какая-то история и тоже не получилось. Не знаю, почему так, проблема с яйцами, видимо. Вот, и еще что-то также подогревает, всякие пудинги, всякие манные каши он готовит без вашего участия, то есть забрасываем и когда у тебя супермаленький ребенок и на счету каждая секунда вы забрасываете у вас идеально гладкая манная каша, идеальный пудинг, идеальное суп-пюре измельченное без каких-то там ниточек, без чего-то там. Также можно измельчать мясо. Это не то же самое, что мясорубка, но как бы вполне себе типа там с курицей, с индейкой он справляется. я от души рекомендую тем, кто знаком, кто читал отзывы, кому важно было мое мнение, я ни чуточку не жалею, что я потратила такую сумму. И вот за время карантина, когда готовился завтрак, обед, ужин и еще полдник и второй завтрак, это палочка-выручалочка. Вы можете приготовить любые алкогольные коктейли, то есть если даже у вас есть просто какой-то продукт, вы заходите на их страницу, где вот эти рецепты, и у вас масса идей. Еще очень классная функция это весы, причем весы могут обнуляться, то есть вы добавили грубо говоря муку, дальше вам нужно что-то съесть, вы нажимаете сбросить и дальше вы снова как бы заново с нуля считаете, не нужно ничего там пересчитывать в уме. Вот, есть еще много дополнительных функций, с которыми я не особо успела познакомиться, то есть можете долго например что-то тушить там на протяжении 12 часов скажем, я ни разу не пользовалась этой функцией, есть режим turbo, у меня самая последняя модель, и да, так как я говорю, если бы я еще раз думала купить или нет, я бы даже взяла его в кредит, если бы не было возможности. Похожий прибор у нас продается в Лидле, то есть это и мультиварка, ну вот все функции, которые я назвала, он выполняет, но у меня нет никого из знакомых, у кого был бы этот прибор из Лидла, это раз, а во-вторых, я видела в сети какие-то отзывы, но сложно сказать, это заказные отзывы негативные, потому что такие тоже бывают, насколько я знаю, и я не осмелюсь сказать, это аналог или нет, просто к вашему сведению, то есть это типа как мультиварка, вот в России, в Украине такие приборы очень популярны, здесь, к сожалению, нет, то есть выбор у нас не такой, как у вас, и самой большой популярностью пользуются вот эти приборы с термомикс, по-моему, это немецкое производство, но было бы здорово, если бы он стоил хотя бы на 30% дешевле, вот тогда цена, наверное, была бы максимально справедливой, из года в год они становятся дороже, клиентов у них не меньше, поэтому, видимо, они знают, что они делают, и может вы посчитаете меня жертвой какого-то маркетинга, сарафанного радио, но это действительно классная штука, качественная, она себя отрабатывает, но помните, что ни один прибор не будет готовить за вас, ваше участие в этом обязательно, надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, вы узнали что-то новое, вы вдохновились в конце концов, на этом у меня все, целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро,